Итак, всем привет, с вами Добгай, и я надеюсь, вы не забываете принимать свои таблетки, а если забываете, подписывайтесь, чтобы не пропускать напоминания. Мы продолжаем играть за Баварию и в будущем, конечно же, Франкию в прошлом Германии. Германия распалась, наш вот этот вот прекрасный правитель теперь управляет нашей страной, и мы, конечно же, приведем эту страну к успеху. Поехали! Итак, что у нас осталось от Германии? Давайте сделаем, кстати, пересчет имущества. У нас осталось 8 дивизий, благо с шаблоном хотя бы нормальным. У нас осталось 7 фабрик и 2 военных завода. Это выглядит очень-очень грустно. Я бы начал с того, что построил здесь, кстати говоря, инфраструктура осталась, а вот фабрики, мне кажется, я строил, но их удалили. Мне казалось, что здесь больше, чем одна фабрика в провинции. А тем не менее, надо чуть-чуть их подстроить, все-таки у нас их совсем мало. Потом уже начнем строить военные заводы. Плюс у нас тут по фокусам тоже, наверное, что-то дастся. Хотя это не точно. Ну ладно, будем смотреть. Сейчас мы идем в королевство Южной Германии. Добавится у нас чистая монархия. Разберемся с левыми, усилим власть, сплочим правых и дальше посмотрим. Кстати, я вот задумывался, у кого плод наш остался. И это у вот этих двух мужчин. Да, у Карла и у Вильгельма Третьего. У них, не знаю, скорее всего, вот сюда почти весь флот ушел, по ощущению, а сюда какая-то еще часть. Прямо, может, пополам просто разделилось смешно. Или мы просто не видим достаточно данных. Нам же по ощущению досталось примерно ничего. У нас тут полтора самолета, у нас пустые склады. Да, грустновато, конечно. И пока все, что можно производить, это просто пехотное сооружение и артиллерию по одному заводу. Итак, чисто монархии есть. Плюс политка, плюс стабильность. И атака на надсеректориях. Кстати говоря, вот последняя нам очень пригодится. И что мы хотим сначала убрать? Вот это, наверное, поддержка войны, стабильность. Я думаю, да. Здесь вроде тоже, как бы, полезные вещи. Поддержка войны в неделю плюс 15%. Жесть. Ну давайте начнем, да, слева направо идти. Нам начинается четвертая Балканская война, но нас это мало интересует. У нас тут своя война скоро начнется. Может не скоро, но в один момент. Кстати говоря, исследования тоже нам передались. В пути, конечно, вот эти, которые были начаты, уже не передались. То есть что-то недоисследовали мы. С другой стороны, передались еще и доктрины. Что, несомненно, неплохо. Ну, кстати говоря, есть некоторые правительства. Давайте посмотрим. 15% политики вот здесь, мужик. Здесь на 5 атаки дивизий, 5 сопротивления, цель минус. Солидно, 10 поддержки войны. Еще максимум эффективность производства 3. Маловато, но пойдет. И ужас ночью у нас тут тоже. На, как бы, содержание, на оккупацию территории. Ну ладно, пойдет. Первую политику, наверное, будем тратить всю экономику. Потому что нам надо мобилизовать нашу экономику, чтобы хотя бы чуть-чуть побыстрее строить что-то. Блин, а вот это интересно. У нас вот есть вот этот молодой человек во власти. А в фельдмаршалах его нету. А именно его я и качал. Думаю, что он нам передастся фельдмаршалам. Это как-то странно, я вам скажу. Ну ладно. Итак, расправа над левыми завершена. Усиляем власть Рупрехта. Беспрятки в Мюнхене. Слушайте, у нас, видимо, какие-то еще будут микро-эвентики полулорные. Как это было на мафии, там нам давали фабрики. Я надеюсь, нам тоже какую-то промышленность дадут. Иначе, ну, нам очень грустно будет все это захватывать. Только чтобы получить промышленность чуть слабее французской. Потому что, да, фабрики реально поудаляли. Здесь вообще, смотрите, ноль фабрик, ноль военных заводов. Ну, ситуация любопытная у стран. Ирахита умер тем временем. Шокирующе, действительно. А в Италии почти добили уже вот этих вот итальянцев, итальянскую республику. Здесь гачимучи, здесь гачимучи. Здесь, ну, такое это. Не сильно гачимучи, здесь скоро все закончится. Так что, да. И в Китае тоже, конечно же, гачимучи. Как же без Китая? Но главные поставщики гачимучи это, понятное дело, американцы. О, я думаю, можно перед тем, как вот это дело взять запрет всех партий. Потому что это еще дат нам политки. И все под... А ладно, итак, поддержки этих партий нету. Тем не менее, самое главное, здесь 0.2 политки. А здесь просто поддержки. Как бы важнее политку побыстрее накопить. Побыстрее заново все поставить. Здесь экономику поставить. Вот это все, наверное. Еще открыть торговлю, чтобы побольше поисследовать. Потому что все равно ресурсов нету. Почему-то все вот эти вещи поделать. Кстати, скорее всего, Россия в этой игре будет очень сильной. Потому что без Рейхспакта все эти страны просто, ну, корм для Россия. Никто за них не зайдет. А один на один все-таки у России слишком большая промышленность и армия. По сравнению с бывшими странами Рейхспакта. Итак, запретили мы у себя все левые партии. Теперь сплачиваем правые. И так оно и есть. Теперь развертывание военизированных сформирований. Тут еще и винтик должен быть к объединенной Баварии. Теперь именование идеологии. Ладно, я думал, что там что-то поинтереснее. Тем не менее, у нас вот эта идея получится. Так, красный потоп, неинтересно. Поддержка войны в неделю плюс 5. То есть у нас всегда будет 100% поддержки войны. Это приятно. И людских ресурсов, сеговоря, тоже будет много. Скорость остальных дивизий плюс 20 тоже очень сильно. Вверху мотомо начнет кинуть 10 рогей. И еще 20 поддержка войны. То есть, ну да, поддержка войны всегда 100% будет в этой стране. Есть у нас свои инитированные фармирования. Новая Южная Германия сегодня начинается. У нас, кстати говоря, темпы это снижаются постепенно, постепенно. Но медленно. Давайте свободную торговлю поставим, как я и говорил. Самое главное в нашей стране это темпы исследований хорошие держать. И я думаю, есть смысл купить одну сталь. Вопрос только у кого. Давайте у Пуси. Может они что-то себе чуть-чуть построят. Все равно мы захватим их в один момент. Чтобы побольше не толку производить. Матическая коробка передач. А? Первый раз вижу этот вент. Видимо, это какой-то специальный для Баварии, что ли. Выгляд странненько. Ну ладно. Сидуя промышленность. Надеемся хотя бы как-то еще дивизий выдернуть. Как-то найти их откуда-то. Но, конечно, самое большое будет у нас, когда мы захватим Рейн. Потом сюда, потом сюда. Либо наоборот. И да. После этого уже как-то должно быть попроще дышать. Но все эти фокусы, как я полагаю, дальше. Да, так и есть. Итак, есть у нас новая южная чистая Германия. У нас тут дальше, смотрю, минус 15 ТНП будет. Звучит очень жестко. Давайте сразу же это и возьмем. У нас, конечно, потом там вон 5 ТНП, 5 ТНП отберут. Но в целом это все еще останется. Но, наверное, я все-таки сначала возьму себе 4 военных завода, чтобы они уже начали расти свою эффективность. И нам дадут плюс 15 максимальной эффективности и роста. Это очень много. 20 скоростей, это приятно, но скоростей, конечно, не так сильно. Так что готовимся эти 4 завода распределять. Я думаю, просто как-то вот так, наверное, его когда-нибудь в наших мечтах. Итак, ставим все дальше. Парни на опыт армейский. Чуть подкопили мы таким опыт образом политку. И теперь ТНП стабильность. Вылазим в шутское производство. Потихонечку, потихонечку надо подсобрать. Больше будет фабрик, ведь мы все-таки целимся на лейт. И еще знаете, что у нас есть из бафов? Вот этот вот безумный просто баф. Еще сверху нам дают. У нас и так уже много бафов, я бы сказал, для средней стороны. Для кайзершизы, я бы сказал. Хорошо бафов уже. Но это прям, прям пиздец. 25 организаций, 15 атаки. Это уже просто, ну, безумно, безумно. И, ну, отсрочка, 48 часов тоже приятно. Прирост командного ресурса, виновед, но это так уже. Типа, знаете, ну, на фоне вот этого остального, это просто пыль уже. 25 арги и 15 атаки, я думаю, с такой армией мы сможем просто кого угодно побеждать. Конечно, надо только эти дивизии еще будет построить как-то. Из каких-то заводов собрать им снаряжение. Вот это уже вопросы вызывает. Но я думаю, мы справимся. Кстати, у французов же теперь нету сокрушить Германию. Так что, когда они нападут, это хороший вопрос. И нападут ли они вообще, тоже очень хороший вопрос. Дали мы теперь работу бедным. У нас 25 скоро строительство фабрик добавилось. Строить мы, как можно, теперь достаточно быстро. Хоть все еще медленно, потому что у нас, ну, блин, их изначально очень мало. Но, тем не менее, уже какие-то вещи есть. Давайте сделаем сусидии для семей. Прирост населения 50% тоже очень классно. Пускай уже начинают наши, собственно говоря, люди плодиться. А тут происходит богемская революция. Богемия пиляет войну Австрии. Слушайте, ну, есть некоторые, конечно, преимущества богемии. В плане того, что в Австрии тут еще воюют, да, с кем-то. Но, объективно говоря, шансов немного. Ну, вот посмотрим, как раз-таки, как что. Но мы уже видим, что богемия склеилась в промышленности. Говорю, богемия неплохая по сравнению с австрийской, особенно на старте. Тут как бы, тут еще и австрийцы захватили часть уже, я думаю, промышленности. Но здесь прям, да, прям очень хорошо. У них шансы должны быть нормальные. Может, когда здесь мы тоже за них поиграем. О, смотрите, как к корпоративистскому идеалу мы идем. Да, партия смогла реализовать свою социальную программу. Ребята, вот оно. Ладно, амбициозное. Ага. Может просто стать реальностью? Вот оно, вот оно, ребята. Видите, работа бедным, семейные субсидии. Вот что корпорации несут. Это, конечно, гачемучий прямо во всем мире происходит. Здесь, 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 здесь. Там. Тут. Одни мы. Островок стабильности в этом безумном мире. А, ну, кстати говоря, уже 53% напряженности. Значит, что мы можем делать КБ. Значит, мы уже сделаем КБ на Ринскую Республику. Потому что, блин, ну, нам просто нужна эта промышленность, черт возьми. И мы как раз таки уже делаем вот этот вот прекрасный фокус. Так что у нас уже есть на это армия. И мы вот пока до сюда дойдем. У нас, кстати говоря, будет пятая ячейка исследований вот здесь вот. И думаю, как раз мы что-то уже начинаем кушать потихоньку. Тут, вот, все говорят, воевать наше земли. Но, на мой взгляд, это за слишком поздно. Мы пока до этого дойдем. Еще один год может пройти. Но мы все вернемся обязательно. Швеция обидела войну в Финляндии. Я такого давно не видел. Но реально, реально обидела. Пау. Против нашего будущего нации мы должны выбрать все с осторожностью. Окей. А, смотрите, австрийский в будущем, в принципе, не можем выбрать. А можем настоящую Германию сделать. Вот это все. Но, я думаю, понятное дело, мы пойдем, как я и говорил, во франкские амбиции. Господи, синим цветом написано. Выглядит ужасно. Может, там что-то интересно написано, но мне даже больно в это вглядываться. Так что, франкские амбиции вперед. Так, мы сделали винтик, точнее, для фокуса. И винтиков даже и нет. Можем сделать против Швейцарии Казбели. Давайте его сделаем. Но наша первая цель все-таки будет Ринская Республика. Ими даже, кстати говоря, скорее всего, будет воевать проще. Потому что здесь есть укрепления. Хотя укреплений здесь еще не так много. Возможно, действительно, стоит заняться в первую очередь Швейцарией. Давайте так, наверное, и сделаем. Здесь все-таки действительно меньше. Хотя здесь река, города, горы, калмы. Будет достаточно тяжело, скорее всего. Но посмотрим, посмотрим. У нас эти коробки, видите, интересный факт. У нас в желтой коробке, но здесь еще нет. Потому что у нас как раз-таки содержка до нехватки снабжения побольше. Это всегда очень приятно. У нас даже грузовики есть, кстати. Давайте начнем их производить. В идеале бы вот так как-то сделать, наверное. Итак, армии наши готовы. Давайте начнем наш крестовый поход в Европе. Войны Швейцари. Сами они на нас не хотят нападать, очевидно. Ну и давайте посмотрим, как у нас в Цюрихе. У нас жесткие просто типовые. Посмотрите. Минус 50, минус 30, минус 60. Но государство плюс 40. Планирование плюс 40. И командир плюс 8,7. Поэтому базовое значение уменьшается не так смертельно. И мы даже как будто можем пробиться. Все еще, кстати, герой шансы на это не такие большие. Но они хотя бы есть. Давайте сделаем вот так. У нас почти 0 авиации. Но она чуть-чуть поучаствует. Кстати, да. У нас здесь... В этой провинции... А, это озеро. Все. Там провинции даже и нету. Я понял. Тяжко будет, но в теории мы можем пробиться, я думаю. И сменяем нашу дивизию. Те вот ребята повоевали. Теперь новые, которые восполнили с организацией полностью, с планированием. Снова идут в бой. Я думаю, сейчас мы так сменим. И сразу давайте против немцев сделаем КБ. Получается, кстати говоря, можно было не делать. А у нас теперь есть. Наша взаимная, правда, оказалась твердым орешком. Но я думаю, мы его сможем расколоть. Просто вот таким вот образом. Эти ребята у нас ставлюваться планируют. Эти продолжают наступление. Боты против этого ничего противопоставить не могут. Опять-таки, это мы пробиваем. Просто безумно жесткие дебафы. Так, а Францкая пристала на наследние? Князья избиратель либо Королевское первородство? Я думаю, Королевское первородство. Опять смена. Опять с планированием. Ну и должны в теории добиваться. Теория мы немножко недостаточно людей на планирование оставляли. Ну ладно. В целом хватит. Цурик должен вот-вот взяться нами, по-моему. И вот еще одна атака. Опять сменили. Попадающих. И да, вроде как в этот раз успешно. Поэтому давайте сразу сделаем вот так. Надо было немножко по-другому сделать. Ну ладно. Так, так. И мы делаем вот так вас. Вот этих трех вот так. Великие лорды королевства. Император должен признать своих могущественных поссалов. Либо старая семья будет помнить дом Витальсбахов. Что это такое? Я думаю, надо... Блин, я же правильно понимаю, что это вот это, да? Но я думаю, основу власти и богатства было бы правильным. Да, так что... Это же вот это значит, верно? Если по потерям у нас 24, у них 9000. Да, пробиваться в Цюрих, укрепленный, вот так вот, через речку, супер больно. И, короче говоря, душил я их душил. А это... Стоило мне только отвезти войска, как они сами перешли в атаку. Надо было, наверное, сделать так сразу. Кстати, ну уже поздно. С другой стороны, я зато очень много опыта наполучал. Хотя очень-очень дорого. Один к трем в размен. Я считаю необоснованно дорогой. Да, вот они теперь нас сами атакуют. Ну здесь-то, конечно, мы просто шикарно показываем цифры по урону. Да, надо было сделать так сразу. Ну, ничего. Такое тоже бывает. Потихоньку-потихоньку мы, кстати говоря, с самолетом приходим. И самолеты нам действительно нужны. А там одна-то начинает воевать уже с интернационалом. Ну, удачи им. У нас тут своя война со своими красными ребятами. О, наконец-таки швейцарцы нажали форс-атаку. И в теории они должны потеряться полностью. Господи, как же долго. Как говорится, было приключение на 5 минут. Туда и обратно. А произошло как обычно. Со швейцарией нахер на нее нападать. Дело гиблое на самом деле. Но они зато под форс-атак потеряли просто безумную боеспособность. И благодаря этому утратили, в принципе, возможность вести сражения какие-то. Вот здесь вот мы, допустим, сможем наконец-таки пробить. Ура! А через не без речки-то смотрите, как хорошо тут все происходит. Еще и боеспособности у них нету. Все, теперь швейцарцы поплыли. Наконец-таки за всю боль и страдания. Да, все, вот теперь, теперь все отлично. Как все говорят, начали делать уже самолеты. Потихонечку производство будет расти. Надо еще немножко, наверное, увеличить производство артилеи, скорее всего. И я делаю все госпитали, потому что, ну, потери, конечно, мы переносить не можем. По факту. Показал наш опыт тогда. Так что будем стараться как-то людей беречь госпиталями. Ну и плюс мы тут опыт потихоньку фармим. Дальше будет больше. В принципе, опыт тоже очень важный. Можно сразу поводу жопы выдавать. У нас немножко не хватает людей, но это фейк информация. Расширенный призыв и люди снова есть. А плюс еще мы получаем еженедельные людские ресурсы, что тоже очень круто. И мы смогли их добить вот здесь вот. Да, Швейцария ад. Швейцария просто ад. И это мы еще с бафами. Представьте, если бы у нас не было всех этих бафов. Как бы мы здесь страдали. Тут еще и Бёрд, 9 форт. Пиздец. Тут 8 форт. Ну благо я вкачал нашему мужику у этого мастера штурма. Можем еще с одной артиллерии нажать. Теперь. Но да, какой же это, черт возьми, ад здесь воевать. Без осадной артиллерии, наверное, было бы вообще супер жестко и невозможно. Но вот таким вот образом хотя бы, хотя бы играбельно. Вот штурм Бёрна с всех сторон под бафом осадной артиллерии. И мы его берем. Господи, это было нечто просто. Это Швейцария, это просто реально нечто. Да, тут 9 форты, 8, господи, какой же ужас. В жизни больше я на эту страну не нападу. В принципе, понятно, почему на нее и не нападали. Как бы вопросы все отпадают. У нас зато войска очень жестко выкачались. Поэтому я очень рад, конечно же. Госпитали тут потихоньку подкачались. Доктрина вся почти что наземная. Очень много воздушной выкачалось. В общем-то, мы готовы воевать. Швейцария далась нам очень дорого. Прям очень. Мы очень замедлились. Я ожидал, что это будет просто плюс к нашим ресурсам. Но нет. Нет. Получилось очень неприятно. Давайте вот так поставим. И... Следующая серия мы уже займемся Германией. Останавливать будем Германию. Затем вот здесь территории какие-то, да? У нас есть на это все, кажется, Белли. Возвращение Рима. Французская угроза. Газбурге. Бенилюкс. А затем там посмотрим, что у нас там дальше будет. Ну а с вами был Дубгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Твич, Дискорд. Опять все, как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok